Харькишна, дорогие премьерные, пожалуйста, приверите наши поклоны. Спасибо вам большое за то, что пришли, за возможность соприкоснуться с вами, как-то быть вам полезным, полезными. И мы знаем, что для того, чтобы Господь проявился через слушающие Мадбхага, в этом Кришне-Катхе, очень важно, чтобы мы вместе были все настроены и хотели услышать, какого же Кришна Шимадбхага там с комментариев Шилы Прабхупады. Потому что без комментариев Шилы Прабхупады, я не знаю, были бы ли хотя бы какие-то представления даже о слове Кришна у нас с вами? Риво! Спасибо. Были бы ли у нас какие-то представления о сознании Кришны? Кришне, даже если бы они были, боюсь, что они были бы очень далеки от Кришны. Даже сейчас мы тоже иногда далеки от Кришны, только по милости Шилы Прабхупады. Как только мы начинаем следовать за Ним, мы сразу же приближаемся к Кришне. Как только начинаем добавлять чего-то своего или куда-то сворачивать, сразу отдаляемся от Кришны. Хотя нам может казаться, что вроде как приближаемся и так далее. Поэтому давайте попробуем настроиться на Кришну Шилы Прабхупады. Тем более, что мы знаем, что есть много великих преданных и в прошлом, и сейчас Шилы Прабхупада обладал особым состраданием к нам всем. Поэтому, как вчера Мадимахам Прабхупа говорил, что один раз объехал вокруг мира и множество стран посетил. и хотел, чтобы каждый соприкоснулся со Святым именем Господа. Поэтому я на этом останавливаюсь. Лучше послушаем Шилы Прабхупады. Кстати, может быть, как раз с этого начнем. Послушаем буквально в смысле слова Шилы Прабхупады. Мы вчера с Нитяной Чираном Прабхуп, когда обсуждали, что мы будем обсуждать, то была идея обсудить то, что Шилы Прабхупады говорит в одной из своих удивительных лекций по первой песне Шима Бхагаватам, глава 16, тек. 6. А, прошу прощения, глава 16, тек. 8. И я хотел вам поставить просто очень короткий фрагмент того, что Шилы Прабхупады говорит, чтобы это послужило началом нашего обсуждения. Затем я прочитал один текст из Бхагаватам, в котором Прабхупада продолжает объяснять важность этой темы. И потом Нитяной Чиран Прабхуп нам все объяснит. Хорошо? Они чем-то оперируют в Майе, поэтому их называют Майя Вади. Так здесь сказано, Нри Локи, в человеческом теле. Здесь дается совет. Те, кто родились в человеческом обществе, должны присоединиться к этому движению сознания Кришны, где происходит только Хари Лиламртамбачах, и нет других дел. Чем мы здесь занимаемся? Постоянно, 24 часа в сутки, мы заняты Хари Лиламртамбачах. Только всего. До тех пор, пока вы заняты, Хари Лиламртамбачах, не может быть и речи о смерти. Не может быть и речи о смерти. Вы можете сказать, но мы же видим, что преданные умирают. Да. Но их смерть прекращена. Но тем не менее, почему он умирает? Он не умирает. Он возвращается к Богу. Домой. Он оставил свое тело. Но он не будет больше рождаться в таком теле. Тогда что? Мама Эва. Он приходит ко мне. Что значит «мама Эва»? Если так или иначе вы отправитесь к Кришне, вы никогда не вернетесь. Не так смотрите, смерть останавливается. Как только вы принимаете очень серьезное сознание Кришны, сразу же с того момента, как только вы получаете посвящение, вы обещаете перед духовным учителем, «Да, я получил это посвящение, я должен действовать так». Если вы следуете, тогда ваша смерть останавливается. С этого момента. Больше не будет смерти. Это просто формальность. Это как заснуть. Или потом вы снова просыпаетесь. Точно так же смерть преданного, она подобная к ему засыпание. Но в следующий момент вы оказываетесь в духовном царстве. Мгновенно. Когда он проснется, он увидит, «Я с Кришной». Это факт. Поэтому не падайте. Не будьте детьми. Да, я пообещал духовному учителю, Кришне перед огнем. Хорошо, хорошо. Ну, нарушу, что с того? Нет, не делайте этого. Не поступайте так. Не теряйте эту возможность. Сейчас вы подошли к бессмертию, но если вы снова совершаете виховные действия, если вы несовершенным образом совершаете свое предназвожение, то у вас есть риск упасть. Предназвожение настолько замечательно, что даже если вы падаете, у вас не постигает самая великая утрата. Эта великая утрата означает не получить человеческое тело, родиться животным. Об этом сказано в Бхагаватам. Нет больше смерти, нет больше смерти. Просто формальность. Закрываете глаза здесь, открываете там, говорите, о, я с Кришной, я с Кришной. Немедленно, немедленно. Предназвожение говорит, Джаи Прабхан. Что Прабхан говорит после этого? После Джаи Прабхан говорит, просто не испортите ничего. «Будьте как дети». Да, пообещал перед огнем, перед духовным учителем. Ну, ничего страшного, подумаешь, дай-ка я нарушу. Нет, не делайте этого. Прабхан знает, о чем он говорит. Если бы он не знал, о чем он говорил, то он бы точно не стал бы нас мучить семей-семей. Кажутся, если такими ненужными в этом материальном мире правилами, предписаниями, ограничениями. Ну, как эти ограничения называются в Шримабхагавадгите? Опять же, Шрилупрпаде в своем гениальном озарении он не был таким бандитом, формалистом, которому нужно обязательно каждое слово перевести, вот как в словаре. Он переводил, по сути, он переводил, вкладывая в эти слова то, что Кришна хотел сказать, потому что Кришна, зная, что общается с Арджуной, знал, что можно, в принципе, договорить, до конца Бхагавадгиты, Арджуна не перестанет слушать, не заснет и не уйдет, не перестает вперед, там скажет, что там в конце интересно, и не отличается ни на что другое, типа угели телефона во время лекции. Арджуна заслушает до конца, но Шрилупрпаде знает, с кем он имеет дело, в отличие от Арджуны, и поэтому самых же первых слов, зная, что Кришна хочет сказать, что в конце Кришна скажет, сорва дарман по ритяжа и не дожидаясь, когда мы дочитаем, на всякий случай, если мы, вдруг, не дочитаем и не успеем дочитать, или жизнь наша коротко так пройдет и оборвется на полусловие. Прямо как в том анекдоте, когда человек шел по лесу и услышал кукушку, и кукушка стала куковать, и он спросил у него, кукушка, кукушка, а сколько мне жить осталось? Кукушка ему в ответ, ку, он говорит, а почему так, ма, нет гарантии, что мы доживем до второго ку, и так же здесь нет гарантий. Шел Падо говорит, что Леккали, все Мандаса, Мандамадайор, Мандабхагия, у них жизнь Праяна Алпаюша, практически все живут мало, причем как мало словами классика, героя одного из классических произведений одного классика, человек смерти, но это лишь полбеды. Проблема в том, что он внезапно смерть, и вот чем фокус. Поэтому Шел Падо, не ожидая, что мы доживем и дотерпим до конца Бхагавадгиты, сразу переводят все слова Бхагавадгиты с этой Бхаванувады. Бхаванувады означает перевод смысла или перевод намерения. Не пословный перевод, хотя он тоже соблюдается Шрилхупаду очень тщательно. Но перевод намерения Бхаванувады означает, что Шрилхупада опережая намерение Кришны сразу все нам дает. Кришна говорит о кармой йоге, Кришна говорит о гьяна йоге, Карма Миша Бхакти, Дхарми, о чем-то еще он говорит. А Прабхупада, о чем он говорит, переводя все эти термины? Чистое предназлужение. Кришна, карма йога, чистое предназлужение. Кришна, гьяна йога, чистое предназлужение. Аштанга йога, чистое предназлужение. Куда ни кинь. Почему? Что он не знает? Знает. Как раз поэтому так и переводит. И поэтому в одном стихе, где Господь Кришна говорит еще во второй главе, что как он говорит, Атма Ващья, дхяятма просадам Адги spice. Человек должен соблюдать регулирующие принципы. Прабхупада переводит регулирующие принципы свободы. Это принципы свободы, регулирующие принципы, которые гарантируют нам максимально возможную степень свободы на этом жизненном пути. Так же, как регулирующие принципы дорожного движения гарантируют нам максимальную степень возможной свободы на шоссе, на трассе. Если мы следуем, мы им следуем знаком, указывающим на повороты, на превышение скорости, на объезды запрещены или разрешены, на главную или второстепенную дорогу и много чего там. И если мы им следуем, всем этим правилам и разметкам, то мы гарантируем себе максимально возможную степень свободы. Никто нас не тронет. И мы можем ездить сколько угодно. Но как только мы нарушаем что-то, чуть-чуть думаем, а что там, я же свободный человек, дай-ка я съеду. Что там за две сплошные черты? Съеду, и к нам в другую сторону. Раз, и все, и свободы нет, и прав нет. И ты теряешь свободу ездить по этой дороге на долгие-долгие годы. Вот эти, поэтому правопады переводят регулирующие принципы свободы. Дорогие, предные, говорит он в этой лекции, в других лекциях, пожалуйста. Эти простые принципы, они просто нужны для того, чтобы людьми оставались. И оставались людьми, гарантировались, тебе в максимальной возможной степени свободы. И тогда я вам гарантирую. Я обещаю вам, что за эту жизнь, за эти 16 кругов, смешно сказать, 16 кругов, те из вас, кто уже прочитали книгу «Чудо нафтовое веню» за сегодняшнюю ночь, кто прочитал за сегодняшнюю ночь, кто начал читать. Ага, здорово. Там Шелла Маконда Махадаш рассказывает, как он выторговал у нас 16 кругов для нас, да. Для нас, да. Для нас, у Шелла Павпада, для нас 16 кругов. Как Павпада сказал, «Ну что, Маконда, ты повторяешь, 64 круга?» Так, между делом спросил. Маконда оторопел, что даже не знал, что ей ответить, возмущенно. И Павпада понял, что ответа он не дождется. Врать он не смог, да, а говорить правду не хотел. Сказал, он 32, молчание, 25. Маконда Махадаш вспоминает. Думаю, как он может такое говорить вообще? Разве не знает, с кем он меня знает, поэтому Павпада сказал, 16. Эти 16 кругов, минимум 16. Не то, что если мы повторяем 17 кругов, то мы нарушаем регулирующий принцип. Нет, минимум 16. Но этот минимум, прожиточный минимум в бедном услужении, который гарантирует нам то, что мы можем двигаться, что сила Майи не будет стаскивать нас в лес. Это не означает, что каждый, кто читает меньше, как бы не прогрессирует и не имеет ничего. Никаких шансов нет. Нет, это его общение со святым именем. Ахоба, то шва почета, то гориян, яджифа, гори варта, ты нам, отубям. Ты пусто пастей. Если он хотя бы раз произнес это имена, говорит Девахути, он уже или она уже совершили все жертвоприношения, они уже развелись и качество арьев, совершили все аскезы, которые можно было совершить. Почему Павпада нам не наставила так, чтобы строго совершали аскезы в Бекадаши, например, в постели сухую. Хотя это хорошо, очень благоприятно на Бхакти, если заниматься этим с духом Бхакти. Потому что тот, кто уже повторяет святые имена, уже совершил все аскезы. Ты пусто пасте, ты пусто пасте, джуху вух. Уже провел сюжет отношений огненные во славу всех родов, поколений, и предков, и потомков, и полубогов, и всех остальных живых существ Вселенной. Саснар уже омылся во всех священных водах. Арья развил все качества достойных человеческих существ, и Браманучер уже изучил все веды. Что же говорить о тех, кто повторяет святые имена Господа регулярно, говорит Трохоти? Если хотя бы один раз одно имя, человек один раз повторил, даже если он собакоед. И поэтому тот, кто повторяет святые имена Господа регулярно, пусть один круг и два круга, но делает это как подношение к Кришне, как способ заверить, убедить Кришну в исконности своих намерений. С этого начинается его духовный путь. Он или она начнут стремительно прогрессировать. Но выйти на вот эту стабильную, околоземную орбиту, когда падение уже не будет грозить так уж регулярно, где он приятный, может почувствовать стабильность и защищенность в духовной жизни. Для этого Парупада определил минимум 16 кругов и выторговал это минимум Кришны. Так же, как Мукунда Мараш у него выторговал. В этот момент, похоже, шел другой торг также. Шел Парупада говорил, ну вот не могут они больше. Пожалуйста, наполни эти 16 кругов, если преданные искренне их повторяют с тем же самым могуществом, той же самой эффективностью, как вот те 64 круга, которые преданные в древности повторяли. Прочи на нам... А что там в древности? Совсем недавно Шел Парупада считал 64 круга минимум для своих учеников. Усаниаси и Брахмачари, особенно даже для греха, занятых проповедем. И Рупа Гасами в своей книге «С того мало» вспоминает, говорит, «А когда я вспоминаю про то, каким следовали принципам предного служения, предный до меня, прочи на нам, баджанам, атулам, дужкарам, шинватом». И у меня, если так на русский язык переводить, руки, ноги подкашиваются, руки опускаются, потому что я так никогда не смогу. Прочи на нам, преданные древности, баджанам, атулам, несравненным баджанам, дужкарам, очень трудно выполняемые шринотами. Когда я слышу об этом, у меня нерьясина, у меня упадок сил и энтузиазма наступает, потому что я ленивый, неудачливый, не смогу так, как они. Вот. И поэтому шринотный выпадок дал нам эти простые принципы, четыре принципа, 16 кругов, кажутся чем-то рудиментарным, даже примитивным. Мы же иногда хотим чего-то большего, и это желание чего-то большего законно для нас. Мы должны хотеть желать чего-то большего, но мы должны правильно желать чего-то большего. Не как подросток или ребенок, который засовывает в нос какие-то взрослые материалы, потому что ему хочется чего-то большее. Он еще не дорос, и поэтому то, что он там может начитаться, чего начитаться, и наслушаться, и насмотреться, испортит его жизнь. И, скорее всего, сделает его несчастным потом, с этой искореженной детской психикой, искореженной взрослыми темами. И, может, не очень, совсем уж такой точный пример, но, тем не менее, Шива Пропада сам об этом говорил, достигая нас на преждевременности и попыток заскочить туда, туда, куда нас еще пока не приглашали. Но, когда мы увидим Кришну и Шимати Радарани, и жителей мы держимся за того, кто с вами там по праву живет, и кто оттуда за нами пришел и спустился, мы с ним и делаем все, за что он говорит. Вот тогда, да, они говорят, а кто это? Давай. И дадут все необходимое для того, чтобы там, находясь, служить, а не глазеть, а не наслаждаться, пытаться наслаждаться. Ждол, когда наслаждаться не получится. Оттуда наслажденцев сразу изгоняют, как господь Итани мог опробовать на своем киртане. И он проводил киртан не случайно за закрытыми дверьми, не случайно он приглашал только самых проверенных предных, чистых предных, которые там не фонили своим его настроением. Когда он начинал, начал киртан в один день и сказал, кто здесь лишний, кто это? Там было несколько таких случаев, по крайней мере, три. Чего сюда спрятали как-то раз где-то в коморке или в корзине в рахмачаре какого-то провели, который молоком и фруктами питался. И какого-то брамана тоже провели, который гордый был браман, он хотел. Хотя, конечно, браманы приходят в такие места и сразу все становится очень тяжелым, потому что они все замечают и все начинают исправлять. Или как в семьях иногда. Есть такая шутка, что когда в семье один становится праведником, остальные становятся мучениками. Вот так же здесь бывает. Вот он пришел и каждый раз Господь Итаня останавливал Киртан и изгонял его, этих всех незастойных находиться там, потому что они хотели глазеть, хотели наслаждаться. Один из этих трех, когда его выпроводили в брахмачаре, он, видимо, такой был хороший брахмачаре, смиренный, привык к тому, что как должны привыкать брахмачаре, что их гоняют и так дисциплинируют. Они живут вашими духовными учителями, поэтому должны ожидать, что их не дисциплинируют. И вот он шел и думал, как мне повезло. Сам Господь Итаня меня отругал, сказал, кто это здесь молокосос, который только молоком и фруктами питается. Марш отсюда. Ты что думаешь, что меня можно достичь просто молоком питаясь? И выгнул. И к брахмачаре шел и думал, какой удачливый. Сам Господь Итаня меня выгнул. Лично. Такую удачу вообще невозможно заслужить только ценой миллионов и миллионов жизней, двумя честных деятелей. Да и то, только потому, что меня Шиваста Кур провел, поэтому я оказался и попал под милость Господь Итаня. И стал ему так подумать, Господь Итаня сказал, о, а вот теперь он готов повернить его обратно, пусть приходит. Теперь он готов. Также здесь у нас, в нашей духовной практике, кто-то должен нас пригласить, кто-то должен нам дать это желание, Аша, Аша Банда, надежду, зародить на желание, хотя бы даже из эгоистических чувств, из эгоистических намерений здесь находиться и что-то здесь получить для себя. Но потом, когда у нас проклевываются эти правильные духовные чувства, начинающиеся смирение, так же, как материальные чувства начинаются с вожделения, все материальные качества начинаются Камадинам, Катинакатидар, как там говорит, Камадинам, Катинакатидар, палитам, дурни дейша, тышам, джата, мои на коронах, на тропу, но пашантии. Предный говорит, эти вожделения, все эти, вся эта сувора, это банда, начинающиеся с вожделения, Камадинам и все остальные Кама и прочие, вырастающие из него. И гнев, и жадность, и безумие, иллюзия, и хитрость, и коварство, и жестокость, все качества берутся этого желания удовлетворять себя ценой других. И он говорит здесь, меня эти Камадинам, они меня шпиняли, как хотели. Катина, Катина, Катина и Катина, когда угодно и где угодно. Давали мне самые, постыдные указания, а я палит а дур не дейша. А я принимаю прибежища в этих постыдных матерейных желаниях, не пытаясь уйти из их рабства. Просто послушно выполнял то, что они на мне говорили. А они что? Давали мне зарплату или давали мне отпуск какой-то, там как положено. Работодатель должен давать зарплату, медицинскую страховку, отпуск, повышение. Они тишан джата маи на коруна в них, в этих желаниях, не пробуждалось никогда, ни разу не пробудилось. Джата маи на коруна ни сострадания ко мне, ни стыда, но пашанти и не удовлетворенности. Чем больше я их удовлетворял, тем больше они меня эксплуатировали. Но сейчас, говорит он в этом стихе, во мне, по милости преданных, пробудилось духовное сознание, духовный разум, который позволил мне теперь смотреть на эти материальные желания, как на недостойных господ, из рабства которых я должен вырваться. И мне дали способность или возможность вырваться из их рабства. Поэтому я прибегаю к стопам Господа Абхая Чарана, который может даровать бесстрашие со своими лотосными стопами. Так говорится в этом молитве. Все материальные качества, дурные качества берутся из вожделения, а все хорошие качества берутся из смирения. Прямая противоположность вожделению, смирения. Смирение, как мы сегодня по ним приятному говорили, невозможно сразу раз и провить на всех. Тогда мы вообще должны будем по-пластунски передвигаться исключительно, если прям всем так смирение проявлять, как один вальшнав метко сказал. Но нет, она должна провиться по отношению к вальшнаву, к которым мы верим, в которых мы вкладываем свою преданность, вдохновение, на которых мы хотим быть похожи, служа им. И даже если у нас нет надежды на них быть похожи никогда, по крайней мере, к которым мы хотим как-то быть полезны. И в этом мы видим ценность своей жизни. И вот из этого смирения вырастают все самые лучшие качества, дания, ощущения того, что я никто и звать меня никак. Оно отличает, является характеристикой отличительной характеристикой самых возвышенных преданных, которые украшены всеми добродетелями, которые исполнили все худшие качества. Я при этом думаю, что у меня нет ничего. И поэтому Шива Попада говорит нам, просто оставайтесь в этом движении, служите, если даже вы не можете поднять 16 кругов, посмотрите, сколько они будут делать. Это как ваш вклад в отношения, даже не с крышной, а в отношения с преданными, которые вам дали этот, потому что они, доверяя вам, дали вам самое драгоценное, что у них и есть самое ценное, драгоценный камень Чинтамани, Харинама Чинтамани. И с благодарностью к ним принимаем его, бережем его и ухаживаем за ним, за этим камнем. Повторяем его каждый день. У нас много камней в чутках. Видели, когда обращалось вас внимание, когда вы повторяете на чутках джапах долгие-долгие годы, то они становятся как драгоценные камни. Видели? Обращение начинает переливаться, ходить на янтарь или на яшму или на как называется опал, когда поворачиваешь, и там такие удивительные сполухи внутри. Эти четкие становятся неотличными для святого имени. Вот как мы их бережем. Как Рупа Гасфами говорит, как святое имя нужно беречь, так же, как богач трясется над своими деньгами. Он на что делает? Он не все имя думает, он постоянно пересчитывает. Думает, помнит о них, думает о них и пересчитывает их постоянно. Так же мы постоянно пересчитываем, каждый день нужно пересчитывать. Когда вы что-то считаете, проверьте, что-то считаете, это увеличивается. Так же здесь. И 16 кругов, те самые, эти наши хрестоматийные 16 кругов, которые Рупа Гасфами просто дал вам. Почему 16? А просто потому, что он дал нам одну гранху. Вернее, как это называется, 4 гранхи, да? Одна гранха, 4 круга. 4 гранхи, святое имя, 16 кругов, минимум. Так что постепенно у нас развилось желание повторять все больше и больше. Я вчера, когда повторяешь много святых имен, много кругов, то потом святое имя как-то прилипает к языку, к уму и хочется повторяем повторять. Даже усилий никаких не нужно, как бы само соскакивает. Или как вот мы повторяли, четкие. Можно к нему? Повторяли. Нам повезло, Шиламу Кондам Махараш, он подарил свои четкие, которые дал Шиламу Пропаду на первой инициации. Вот здесь вот эти четкие, красные. Здесь черно-белые фотографии, но и все красные вот здесь. На шее у него висят. Они у всех тогда были такие, одинаковые. Они сами их связали. Пошли в магазин мебели, нашли там деревянные бусины. Если непонятно, какого-то дерева, дуба, может быть, или из какого-то такого, серьезные, такое тяжелое дерево. На токарном станке обточенные идеальные шары и покрашенные красным цветом. Вот они их нанизали на веревки и дальше начитывались на первую инициацию. Первые шлетки в Ускон. И Муконда Махараш подарил эти четкие, первые четкие в Ускон московскому храму. Там они сейчас хранятся в сейфе. Их доставят по разным праздникам, показывают. У меня была возможность повторять на них джапу. Кто бы из вас отказался бы, если вам в руки попали четкие, тайком бы. Хотя бы несколько стих, несколько кругов. И у меня нет вот этой, вот знаете, я не люблю додумывать какую-то мистику, чувства. какие-то но когда их берешь в руки, они как будто сами вращаются. То есть святое начинает стекать с них. Потому что Шрил Пупада вложил в эти четкие очень много. Всю свою надежду вложил, всю миссию. Вся милость Господа Читания в то время вложилась в эти четкие, потому что нужно было продолжить этот поток сознания Кришны уже на западе. Он должен был пробиться сквозь почву. И вот эти 11 преданных, 10 мужчин, одна женщина, Джанеки, они были первыми ростками этого побега, этого дерева. И вот когда берешь руки, такое ощущение, что они сами начинают двигаться. И повторяя их, просто невозможно остановиться к обещанию, что скользит по глади озеро Лебед твоего ума. Это озеро, это свое имя. Вот так, такое ощущение возникает. И такой опыт возможен для каждого из нас. Проводка говорит об этом. Просто повторяйте, просто слушайте, просто общайтесь с преданными. Это просто, но нелегко. Не знаю. И тогда это гарантирован. Как мы выполняем результат условия своего контракта, свои части контракта, так же человек выпадает выполняет свой. Хотя на самом деле правильнее сказать, что он еще за нас много чего-то выполняет. То, что мы никогда бы не выполнили. Условие договора он замыкает на себя. От нас требуется просто одно желание и искренность, которая поддерживается в обществе таких искренних и вдохновленных преданных. Так что, извините, что-то я разговаривался. Нет-нет, что-то я лично уже начал говорить. Мы хотели стих почитать, но, может быть, нельзя начать чтобы что-то добавить, потому что я сказал, и потом мы почитаем стих из Падхвата. Я вспомнил историю про сон Тамам Кришны Градсвани, да? Когда он увидел во сне, что Шила Прабхапада отчитывается перед всей Гуру Прампрой. Огромное количество Вайшнау светящихся, сияющих. И Шила Прабхапада рассказывает, как идет распространение сознания Кришны здесь в Кали-югу. Он сказал, у них нет никаких хороших качеств, ни обученных, ни культурных, но у них есть одно качество, которое перевешивает все остальные вера в меня. Дело то, что я говорю. Да. Все это. Поэтому, как сказал Магамбрагу, сложно постараться помогать друг другу, верить в Шилиправупаде и его наставления. Тогда все то, как было сказано, что положено нам по контракту и даже больше, чем это, оно обязательно проявится в нашей жизни. Проявляется уже все последующие ступеньки, которые описаны в книгах и прокомментированы Шилиправупаде. Поэтому, чем дальше мы от Шилиправупада, чем появляются новые поколения преданных, появляются новые гуру, старшие преданные. И есть такая тенденция немножко либо забывать Шилиправупаду, либо наоборот мистифицировать его, делать его таким мессией, спасителем, которого нужно просто верить, следовать не обязательно, понимать смыслы, не обязательно. поэтому для тех, кто хочет по самому короткому навигационному маршруту пройти, нужно стараться изучать книги Шилиправупада, чтобы знать, что реально Шилиправупада хотел нам дать, что хотел сказать, хотя бы такое намерение иметь, хотя бы общаться с преданами, которые знают книги Шилиправупада, потому что много разных баек появляется, будет еще больше, и так далее. именно в том числе Шилиправупада как человек, его человечность, его сострадание к людям этого мира, оно будет потихонечку меняться, например, на такой, на мистификации, как Панухамбарбу сказал, ведь есть же много историй таких, ну, мистических и так далее, и мы будем думать, ну, что я буду рвать жилы, вставать рано, повторять свою джапу, еще что такое, я буду чудо ждать какого-то, оно обязательно должно случиться, и я без усилий сразу раз и уже в кущих бриндауна бегаю, басяком, басяком, но не проблема, как бы, как стоит бегать по бриндауну, нужно просто определенное сознание, для этого просто быть басяком недостаточно, надо иметь сознание определенное и все, в этом смысле бриндаун он открыт для всех и закрыт одновременно, для тех, то, как Махамд customizable стих Кама Адишу. Спасибо. Мы прочтем сегодня один текст, как раз Несчан вчерам праба застрел наше внимание на необходимое свистение справпады, книга справпады, чтобы знать, что он говорит. Текст четвертая песня Бхагава, там девятая глава, текст одиннадцатый. 4.9.11 Вдруг Махадаш обращается к Господу следующими молитвами. Почитай перевод. Перевод. Друг Махадаш продолжал, «О беспредельный Господь, прошу Тебя, дай мне возможность общаться с великими преднами, чье трансцендентное любовное служение Тебе ни на мгновение не останавливается, как полноводная река, несущая свои воды к морю. Жизнь таких возвышенных предных чиста и свободна от скверны. Я знаю, что с помощью предного служения мне удастся пересечь океан материального невежества, океан невежества материального бытия, на поверхности которого, как языки пламени, вздымаются волны невзгод и опасностей. Мне не составит никакого труда пересечь его, ибо я одержим желанием слушать о Твоих трансцендентных качествах и деяниях, над которыми невластно время». Самыми важными в этом стихе являются слова Дру Махараджи о его стремлении к общению с чистыми преднами. «Без общения с предными трансцендентное предное служение не может быть совершенным и не приносит наслаждения». Именно для того, чтобы предоставить людям возможность такого общения, мы основали Международное общество сознания Кришны. Любой, кто пытается действовать в сознании Кришны, оставаясь вне общества сознания Кришны, пребывает в глубокой иллюзии, ибо это невозможно. Из слов Дру Махараджи явствует, что если человек не общается с предными, его служение не достигнет зрелости и будет мало чем отличаться от материальной деятельности. Господь говорит Только в общении с чистыми предными слова Господа Кришны обретают полную силу и начинает услаждать слух и сердце. Дру Махараджи не скрывал своего стремления к общению с предными. Такое общение в предном служении подобно волнам полноводной реки, непрерывно несущей свои воды к океану. В нашем обществе сознания Кришны мы занимаемся служением Кришны круглые сутки. Каждое мгновение нашей жизни мы посвящаем служению Господу. Это и называется непрерывным потоком предного служения. Философ Маевади может спросить нас, «Очень может быть, что общение с предными приносит вам счастье, но как вы собираетесь пересечь океан материального бытия?» Дру Махараджи отвечает, что это совсем не трудно. Он ясно говорит, что тому, кто опьянен нектаром повествований прославляющих Господа, пересечь этот океан не составляет никакого труда. Бхагавадгуна Кадха Каждый, кто постоянно слушает Шимат Бхагавадгиту, Шимат Бхагаватамичи, Тани Чиритамриту, кто не может прожить без них, как пьяница, без вина, и легко преодолевает невежество материального бытия. Океан материального невежества иногда сравнивают с лесным пожаром, но преданный, полностью поглощенный своим служением, не обращает на этот огонь никакого внимания. Хотя материальный мир охвачен пожаром, преданным он кажется исполненным блаженства, вишвампурна сукхайаты. Смысл этой молитвы Дру Махараджи сводится к тому, что предное служение в обществе преданных является залогом дальнейшего совершенствования в преданном служении. Только благодаря преданному служению можно попасть на трансцендентную планету Галука Вриндауна, а попав на эту планету, живое существо тоже занимается предным служением, так как предное служение в этом мире не отличается от служения в духовном мире. Природа предного служения остается неизменным. Можно привести пример с манго. Зеленое манго – это тоже манго, и когда оно созреет, оно останется тем же самым манго, только станет вкуснее и слаще. Приблизительно также соотносится друг с другом предное служение под руководством Духовного Учителя в соответствии с предписаниями и регулирующими принципами шастер и предное служение в духовном мире, позволяющее непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога. И в том, и в другом случае природа предного служения остается неизменной. Между ними нет принципиальной разницы. Отличие состоит только в том, что на начальной ступени предное служение еще не достигло зрелости, а на высшей ступени оно достигает зрелости и приносит более глубокое удовлетворение. Зрелость же в предном служении приходит к человеку только в общении с предным. Друг Махараджа продолжал. «О, беспредельный Господь, прошу Тебя, дай мне возможность общаться с великими предными, чье трансцендентное любовное служение Тебе ни на мгновение не останавливается, как полноводная река, несущая свои воды к морю. Жизнь таких возвышенных предных чиста и свободна от скверны. Я знаю, что с помощью предного служения мне удастся пересечь океан невежества, материального бытия, на поверхности которого, как языки пламени, вздымаются волны невзгод и опасностей. Мне не составит никакого труда пересечь его, ибо я одержим желанием слушать о Твоих трансцендентных качествах и деяниях, над которыми не властно время». ОМА ГЯНА ТИМИРАМ ДАСЯ ГЯНАНДЖАНА ШАЛАКАЯ ЧАРШУРУ МИЛИТАНГИНА ТАССМА ШРИГУРАБАЙНА МАХА ШРИЧИТАНЬЯ НАНОБИШТАНЬ СТАПИТАНЬЕ НАБУРТАЛЕ СВАЯМ РУПАКАДАМАХЯМ ДАТАТИСЛА ПАДАТИКА ВАНЧА КАЛПАТАРУБЬЯСЧА КРИПРАСИНДУВЕВАЧА ПАЧИТАНАМ ПАВАНЕБЬО ВАСНАБЕБЬО НАМО НАМАХЯ ЖАЛЬ СРИКРИШАНА ЧАЙТАНЬЯ ПРАБУНИТЯНАНДА ШРИ АДВАЙТА ГАТАТХАРА СРИВАСТАЖИГОРА БАКТАВРИНДА ХРИ КРИСНА, ХРИ КРИСНА, ХРИ РАМА, ХРИ РАМА, ХРИ РАМА, ХРИ ИХАРИ НОМУ ВИСНУДИВАЙТА КРИШНА ПРИСТАЯ ВУТАЛЕ ШРИ МАТИБАТЬИ ВЕДАНТА СВАМИНИЧИНАМИНЕ НАМАСТЕ САРАСВАТИ ДЭБЕ, ГАЛАВАНИ ПАЧАДИНЕ Знаменитая молитва прохлада Махараджа и не менее знаменитый, удивительный, исчерпывающий комментарий Шилбраупада, который в одном комментарии уместил, по сути, всю практику преданного служения. Спасибо большое, что выбрал этот стих. Здесь, в этом стихе, Дроумахарадж называет Господу Ананта, Он бесконечный. И можно это таким образом объяснить, что, во-первых, никогда невозможно узнать о Кришне всё. То есть никогда не будет такого, что мы вот уже всё узнали, а что дальше? Никогда не будет такого, что мы можем присытиться, смотря на Кришну, слушая Его качествах, слушая Его лилах. Кто-то там участвует даже в этих лилах и так далее. Но также Ананта, Он бесконечный, означает, что Дроумахарадж, после того, как он получил наставление своего духовного учителя и занимался практикой бхакти-йоги и достиг определённого совершенства, потому что Господь пристал перед ним. Он понял, что его уровень преданного служения далёк от совершенства. Что Господь бесконечный Ананта, а Дроумахарадж находится где-то, как он сам потом скажет, что где-то он в начале пути этого находится. И поэтому возникает вопрос, а что же делать? Как же практиковать так, чтобы даже тогда, когда Господь появляется перед нами, предстаёт перед нами буквально сакшат даршан, или мы чувствуем какой-то особый вкус от повторения святого имени, или от общения с преданным, или от созерцания божеств и так далее. Как же сделать так, чтобы это не уходило, чтобы это имело развитие, чтобы это стало стабильным для нас состоянием. И поэтому он здесь и отвечает. То есть он как бы задаёт такой вопрос, и он здесь и отвечает. Он понимает, что единственные, кто смогут помочь мне продвигаться дальше в преданном служении, единственные, кто помогут мне совершенствоваться в преданном служении, единственные те, кто помогут мне опознавать сладость Господа, его качество, сладость его имени, его формы и так далее, это преданные, чистые преданные. Поэтому он здесь говорит, «Бхактин мухух, я хочу постоянно». «Бхактин мухух, правахитам». Они служат постоянно, а я хочу постоянно их слушать. Я хочу постоянно видеть, как они служат. Я хочу слышать, как они общаются, как они делятся своим опытом сознания Кришны, своим опытом взаимоотношений с Кришной, так или иначе. И так как уже было сказано, что Господь здесь назван словом «Ананта», то можно также сказать, что преданный Он тоже хочет быть Анантой. Он Ананта бесконечно хочет слушать обыгры Господа или прославлять их так же, как это делает Ананта Шеша, например. Господь, у которого очень много голов, который испокон веков, сколько вообще всё существует, Он прославляет качество Господа и не может остановиться, не может закончить. Почему? Потому что эти качества, они постоянно совершенствуются, постоянно развиваются, постоянно углубляются, проявляются какие-то другие качества. А откуда они проявляются? Из взаимоотношений Господа и Его чистых преданных. Так же, как и взаимоотношения любовные, они абсолютно бесконечны, абсолютно неисчерпаемы, абсолютно бездонны. Точно так же для того, чтобы проявлять всё больше и больше себя в этих взаимоотношениях, а нужны эти качества. Они как раз и проявляются в их взаимоотношениях по-настоящему. Поэтому преданные в каком-то смысле находятся как в соревновании с Господом. Преданные всё больше и больше, и разнообразнее, и творчески служат Господу. И Господь пытается им ответить на их служение, на их привязанность, на их любовь. И это не заканчивается никогда. Поэтому здесь Дру Махарач, он хочет общаться с такими преданными. Он несколько качеств перечисляет преданных. Те, кто постоянно заняты служением, те, кто постоянно обсуждают, общаются на темы Кришна-катхи. Великие преданные, Махатам и Амала Ашаянам, те, чьи сердца свободны от материальной скверны. Потому что Дру Махарач, он очень хорошо ощущает себя, что он не свободен от материальной скверны. Потому что иначе он бы не попросил у Господа то, чего он попросил. Или Господь бы не ушёл просто так. А он остался. Господь пришёл, он получил милость, он понял, что это такое. И он понял, почему он остался, а Господь ушёл. И поэтому он говорит, так как у меня есть материальное желание, я хочу общаться с предами, у которых нет материальной скверны, нет материальных желаний, иначе я никогда от них не избавлюсь. И то, что он здесь с такой уверенностью говорит, что он пересечёт этот океан Бава Ад, Абдхим, океан материального бытия, я пересеку, когда буду пить, буквально, как Шилл Парупад говорит, как пьяница. Этот эликсир, Амрит, эликсир бессмертия, без смерти я буду всё время от него пьяный. Смотрите, как это очень интересная аналогия, потому что, когда человек пьяный, не зря же говорят, пьяному море по колено. То есть, он как будто бы находится здесь, в реальности, где все находятся, и в то же самое время не находится там, он в какой-то другой реальности находится. То есть, ему реально море по колено, иногда ему даже всё равно, одет он или не одет, или как он одет, или как он выглядит. В нормальном состоянии человек столько времени тратит на то, чтобы следить за своим каким-то образом и так далее. Пьяный человек ему вообще всё равно. И точно так же, друг Магарач, который получил уже благословение Духовному Учителю, получил благословение своей мамы и даже своей мачехе получил благословение, и получил благословение от Господа, то есть, у него уже есть вот этот вкус, он уже его получил, но он что? Он как человек, который стал хроническим алкоголиком. Он говорит, я хочу ещё, я ещё хочу, я хочу быть всё время пьяным, потому что иначе этот океан не пересечь, иначе там обязательно что-то меня отвлечёт, что-то меня поймает, какая-нибудь акула, тимингила и так далее, как Хануман, который летел на Ланку, да, у него были там определённые испытания, точно так же, поэтому иначе океан не пересечь никак, для того, чтобы не видеть океан материального существования, нужно быть полностью пьяным. всё-таки с облегчением вздохнули, только что говорили, но минимум 16 кругов, а тут можно просто... 4 принципа. Да, да, а тут можно, если оказывается другой выход, но имеется в виду полностью пьяным от минимум 16 кругов, вот я от Кришны, от Хи, то есть это сравнение, оно очень точное, то есть буквально нужно опьянеть от того, как мы слушаем о Кришне, потому что его же не зря, абсолютно неизвестно зовут Кришна, все привлекающие, все притягивающие, все опьяняющие, всех удивляющие, как в Бхагавадгите Господь говорит, что я там приключение, я азартная игра, я самый отчаянный и так далее. Блеск блестящий. Блеск блестящий. То есть он перечисляет определенные качества, и что бы нам не нравилось, что бы нас не привлекало, он там всегда первый, он лучший там в этом. По большому счету, нас что-то привлекает, потому что у нас где-то там, внутри глубоко в сердце, есть память о том, что он лучший во всем. И мы его ищем в этом океане материального существования, но попутно приходится слегка тонуть. Пока ищешь, не там силы заканчиваются, или как это, хмель уходит, хмели, сунели. И поэтому тяжело. Но преданные, можно еще так сказать, что преданные, это личности, которые избавляют нас от этого опьянения вот этим океаном материального существования, но при этом, так же, как человек, которого излечивают от алкоголизма, от этой зависимости, им уже плохо, ему больно реально, он его, весь организм, он требует, руки трясутся, пожалуйста, хоть чуть-чуть, опохмелиться, хоть рассола какого-нибудь помидорного, налейте, потому что очень плохо. Но преданные настолько милостивые, что они дают человеку сразу же вакцину. А ему другое дают напиток, который можно сравнить, наверное, с черинамритой. Он говорит, не переживай, у тебя не будет такой ломки. Она будет, но от отношений с Кришной, ну то есть, совсем другая. Легкий такой переход, как Мадмухан Прабу включал лекцию Шелупархупада, закрыл глаза, как бы умер для этого мира, открыл, и ты уже с Кришной. И вот это, о чём Шелупархупада сказал в этой лекции, в этой матриочке, невозможно без общения с преднами. Поэтому Шелупархупада в комментарии несколько раз настаивает на этом. И самое последнее предложение в комментариях говорит об этом. Зрелость же в предном служении, приходит к человеку только в общении с преднами. И хочется ещё сказать о двух формах общения с преднами. Здесь говорится о том, что мы всегда должны искать более возвышенного, более качественного общения. Но также очень важно ещё и равное общение, где мы можем обсуждать то, что мы получили, то, что мы услышали от старших. Потому что даже есть, я, наверное, точно сейчас не процитирую, может быть, Мадмухан пробовал узнать. Есть стих в, наверное, в 11-й песне, где говорится, что общения со старшим его никогда не бывает много. Оно очень ценное, очень дорогое. Не получается вот так вот, чтобы находиться рядом всё время. Но вот Мадмухан ему очень-очень в этом смысле он удачливее человек, потому что он постоянно находится рядом со святыми личностями. Но он такое исключение. Но нам намного труднее. Радусь рядом со святыми личностями. Нет, это про океан. Рядом это Бава Адеби. И это общение, оно очень дорогое, очень ценное. И мы слушаем духовных учителей, слушаем старших, слушаем рекомендации о чаре прошлого. Но как мы их слышим, как мы их понимаем, это очень тоже важно. Потому что все слышат что-то своё. И поэтому в таком дружеском, близком, равном общении мы обсуждаем то, что мы слушаем. и во-первых, там можно узнать о том, что как минимум, что я не всё услышал, что было. Я услышал что-то, что-то мне отозвалось, что-то я не понял, что-то я не заметил, что-то я вообще пропустил. А другие бредные они увидели, услышали ещё что-то. И это можно более целостную картину тогда представить. И так постепенно, незаметно, так же как любой человек, когда он становится пьяницей, это незаметно происходит. Заметили? Не так, что человек думает, жизнь скучная, стану хроническим алкоголиком. Нет, он просто там чуть-чуть принял, здесь, там где-то, кстати, тоже в равном общении, как правило, с друзьями, где-то, там у них тоже свои храмы есть, обычно они называются гаражи, и так далее. А ты незаметно, раз, и ты стал хроническим алкоголиком. Точно так же общаешься с критами, общаешься, ищешь Кришну, вспоминаешь Шил-Правпаду с благодарностью, обсуждаешь эти писания, и раз, и вдруг стал сознающим Кришну. Не думал, не гадал, вроде как хотел, потом иногда даже сомневался, но Кришна не сомневается, Шил-Правпада не сомневается, и поэтому это обязательно произойдет. Ну и конечно здесь вот это очень мощное предложение Шил-Правпада описывает, для чего он создал общество в сознании Кришны, потому что есть же огромнейший пласт, огромная категория людей, которые говорят, а зачем нам все эти формы, религии разные, это же просто форма, надо же просто верить, вот я в сердце, у меня есть отношения с Богом, и мне вот эти все, недавно кто-то преданное нас на Сангет сказал, мне эти все посредники не нужны, я просто с Богом общаюсь, они все мошенники, а Шил-Правпада он создал именно организацию мощную, где сознание Кришны как раз преподносится в определенной форме, и поэтому оно сохраняет свою чистоту, и Шил-Правпада здесь потрясающе говорит, любой, кто пытается действовать в сознании Кришны, оставаясь вне общества сознания Кришны, пребывает в глубокой иллюзии, ибо это невозможно. Все. Олег Кришна, какие-то вопросы может быть? У нас не так много времени осталось. Такая важная тема. Спасибо Александру Чирану так глубоко раскрыл и начинается слово Аннанта как Господь бесконечный и его всегда хватает и в то же самое Аннанта означает он неисчерпаемый и у предного возникает примерно такое чувство как у мухи которая на арбуз садится и пытается его съесть невозможно что его много очень охотятся и Павпада пишет эти песни Шима-бхагаватам что когда Удова начинает описывать Видури обыгры Господа на исчерном вопрос что случилось и мы начинаем говорить Видури спросил задал Удове вопрос как дела если так на русский перевести мы встречаемся как дела и что Удова сказал в ответ на этот вопрос как дела как дела у рода яду как дела у тех у других у третьих все ли в порядке и Удова говорит солнце Кришны зашло Кришны дюмаль не младь первое слово которое вырывается из уст Удова в ответ на вопрос как дела это не все ли хорошо или все плохо Кришна Кришна дюмаль не младь он говорит солнце Кришны зашло и тьма поглотила наш дом змея времени поглотила наш дом как он удав что тебе еще сказать про наше благополучие что еще сказать нужно что-то говорить про наше благополучие если солнце свет Кришна зашло и великое змея времени поглотила наш дом и потом он начинает рассказывать поскольку на этом никогда остановиться невозможно, он говорит, что тебе еще сказать про наш благополучие. Он начинает про это благополучие тем не менее говорить в форме, во-первых, своих эмоций, когда этот вопрос у Идура его привел в состояние памятования о Кришне, он перенес все в своих мыслях в духовный мир. И потом, как говорится, он через несколько минут или десятков минут пришел, вернулся обратно в мир людей оттуда, из духовного мира и начал, утирая слезы, говорить о Кришне, поскольку уже вот только что пообщался с ним там в духовном мире. И одна из вещей, он начинал перечислять противоречивые качества Кришны. Он говорит, что невозможно понять, как Кришна, которого боится сам страх, в страхе бежит от врагов и курувается на острове и посреди океана, как будто ему кто-то грозит. Как Кришна, который самодостаточный и никому не привязан, окружает себя обществом прекрасных женщин и ведет себя, как будто целиком находится в их власти и в женских чар. И как Кришна, который сам является отцом и матью всех живых существ, говорит своему отцу и матери, Девы Кивосудеве, о маменька, о папенька, как перевели в русском языке, по крайней мере, простите, пожалуйста, не исполнили ваш долг, свой сыновий долг перед вами, убежав от камсы. И от этих слов Кришна у меня разрывается сердце, говорит он. Как можно понять, что ты нерожденный рождаешься, что ты бесстрашность боишься, что ты бездеятельный, и тот, у кого есть бесконечные энергии, которые сами собой выполняют все твои желания, даже не дожидаясь, когда ты их озвучишь. То есть они и предосхищают их, и выполняют совершенно образом. Как объяснить, что ты не бездеятельный, и вот такой вот акарма, ты при этом действуешь, и очень активно действуешь. Рассказывают кому-то, ну, удивительная история десятой песни Багавата, как Господь Кришна сидел, играл в шахматы со мной из цариц, руками не помнили, а в шахматы пришел, удивленные горожане пришли и сказали, там какое-то сияющее, появилось сияющее существо, которое светом похоже на солнце, спектром, спектральный анализ, показывает, что он похож на солнце. Может, это Бог солнца пришел, к нам. И Кришна углубнулся в ответ и сказал, а это сотражит. Ему просто Бог солнца подарил драгоценный камень, с Яман такой, драгоценный камень, он делает его таким сияющим, и каждый день производит какое-то количество, неимоверное количество золота. Передайте, пожалуйста, ему, что попросил как-то у него, дай, пожалуйста, этот камень. А то потеряешь. А то потеряешь, да. Сотражит пожадничал и не отдал. Но молва о том, что Кришне этот камень зачем-то был нужен, разнеслась. И потом, когда брат Сотражита, как его звали, про... Не помню, как его звали, он отправился в лес, подал, взял, знаете, как иногда люди берут дорогие часы поносить. Помню, мы отправились на какое-то мероприятие, на интервью, телевизионное интервью на Центральной Церкви Новгородской области. И муж моей сестры, видимо, по ее просьбе, дал мне свой галстук какой-то красивый, шелковый. Я когда в жизни таких галстуков не имел и золотую к нему закупку, булавку. А потом несколько раз мне напомнил, что ее нужно вернуть. Потому что, ну, дорогая вещь. И галстук тоже. Да, и часы тоже люди носят их. И вот его брат Сотражита поехал в лес, а он там хотел впечатлить тем камнем. Я не понимаю, в лес поохотится и попросил камень поносить в лесу. И вот его там убил лев на охоте. А льва убил и схватил этот камень. А льва убил Джамбалан. А? Джамбалан. Джамбалан, да. Джамбалан убил. И уточил к себе в пещеру и дал этот камень играть своему ребенку в качестве игрушки. Вот такая интересная история. Еще суть там в том, что Кришну потом обвиняли в смерти этого брата Сотражита. Ему пришлось доказывать алиби свой, идти туда по стопам этого «А?» Там много еще удивительных вообще. На каждом шагу удивительные вещи. Так вот, все это описывает удивительные деяния Кришны. Уду вернулся обратно в мир людей и стал говорить в бидуре об этих удивительных деяниях Кришны, которые кажутся деяниями обычного человека, если бы не одно обстоятельство, что каждый, кто слушает их, становится необычным человеком сам. как можно слушать об обычных людях стать необычным человеком. В моей семье до сих пор есть коллекция книг «Жизнь замечательных людей». Помните такая серия серая книга «Жизел»? И с фотографиями, биографические очерки разных поэтов, ученых, философов, политических деятелей, всех других, десятки, сотни книг, биографии. Меня очень любил читать, но когда эти книги «Жизнь замечательных ключей», читал мне всеми, почему-то тянуло загнуть в камне и узнать, как они умерли. И умирали они все примерно одинаково. Просто умирали. Разные обстоятельства, наконец, у всех примерно был один. Это жизнь замечательных людей, но читая о них мы не сможем, как Парупана говорит в этой лекции превзойти рождение смерти. Смерть не умрет для нас. А когда мы слушаем о Кришне смерть для нас умирает. Нет больше смерти. Просто формальность. Закрываете глаза здесь и открываете там немедленно, немедленно. О, я с Кришной, я с Кришной. По два раза повторяете слова, в переводе это с кралоси как-то, он делает акцент. О, немедленно, немедленно. Нет больше смерти, нет больше смерти. О, я с Кришной, я с Кришной. Вот так. И поэтому Кришна притворяется обычным человеком. Критаван Келакармани Сахарамена Кишава Атим Артиани Багаван Они с Баларамой притворяются обычными людьми и плачут и воруют, как дети воруют и шалят и мать тоже на них волнуется и бегают потом от нее куда-то. И мы можем все вспомнить, да, я тоже так вел себя или вела. Из дома уходили, что-то там крали, может быть, когда не видели родителей и какие-то другие у нас были детские проделки. Но при этом никто не станет бессмертным, слушая о наших историях. Никто. Как об этих жизнях замечательных людях. А вот о Кришне, когда мы слушаем, мы становимся в смысле бессмертной смерть перестает для нас существовать. Потому что, как в этом стихе говорится, над твоими деяниями невластно время. И также над теми, кто их слушает, по сопричастию время невластно. Айур Харати Вай Пумсам Удьяна Сян Чавай Тявана Сау с каждым восходом, заходом Солнца. Он сокращает, крадет. Харати означает, крадет один день нашей жизни. А потом еще Луна тоже вторую часть этого дня забирает своим восходом и заходом. У всех, кроме тех, кто слушает о Кришне. Для них Солнце не крадет день материальной жизни, а дарует день духовной жизни. Поэтому материальная жизнь перетекает духовную. Смерть или временное материальное бытие перетекает в бессмертие. Настолько быстро это происходит, как он сейчас сказал Ниссиан Ачаран Прабху, что это происходит незаметно. И Кришна сам удивляется незаметности этого процесса. Удивительно, что преданные такие хитрые оказываются, такие, как их называют, чатура. Кришна Бхата Парама Чатура. Преданные, очень хитрые люди, высшие хитрецы, Кришна говорит, они отдают мне временную исполненную страданий материальную жизнь, а взамен получают вечную исполнен блаженство. Как этот трейдин работает? Вы отдаете им что-то бросовое, представьте, взяли какой-то кнопочный телефон у себя, нашли, сломанный, севший батареей, с разбитым экраном, с выпавшим половиной кнопок, идете в салон МТС или какой-нибудь еще, у них там трейдин, старый телефон, можете получить скидку на новый. Вы поносите этот старый бесполезный телефон, погрызенный собакой еще к тому же, даете им, они говорят, о, вот вам пять новых айфонов на всю вашу семью, айфон 16 про макс, что-нибудь, я не знаю, что там сейчас, может уже 17 появился, вот вам, как бы вы к этому трейдину отнеслись, вот это даже слабое подобие того, что происходит согласно славам Кришны, как эти несколько лет, жалких лет материальной жизни, отдадите их Кришне, а взамен получаете жизнь с полной вечности и Боженства, и Кришна говорит, я не знаю, как это происходит, но это происходит, потому что преданными очень хитрые люди, Кришна называют в Муконда Мала 100 в первом стихе царь Кулашекар обращается к Кришне с молитвами, он говорит, Кришна, позволь мне думать о тебе вот так, это мой план на эти молитвы, я буду тебе думать так, как есть такие очень планомерные люди, которые сразу наперед все планируют, и потом уже не отступают от своих планов, он говорит, я буду думать о тебе так, Шри Валабети, о возлюбленный Шри, богиня процветания, Шри Валабети, Варадети, и ты, поскольку ты супруг богиня процветания, ты можешь даровать любые благословения, можешь сам давать, а можешь ей сказать, будь славит, а варам благославит, Шри Валабети, Варадети, Дайапарети, Дайапара означает тот, кому ты даешь все благословения, наверное, самым каким-то заслуженным, он говорит, нет, да, я про это, entonces, самый сострадательный, самый щедрый, всем даешь, Бхакта прийти, но особенно приданным, потому что ты Багта прия, ты дорог преданным, преданый дороги тебе, поэтому самое ценное благословение ты даешь своим преданным, из всех тех, что ты можешь дать, тебе за разные благословения обращаются иногда, даже за какими-то материалами, даже тем, кто обращается к тебе за материальными благословениями, ты даешь духовные взамен. Так, что они иногда сами этого не понимают вначале, во что они ввязались, когда они к тебе обращаются с материальными желаниями. Кришна говорит, да, они обращаются ко мне, но вместо того, чтобы я их выполняю, эти материальные запросы, так, чтобы они больше ко мне с этими желаниями никогда не обращались. Он так говорит в этой песне Багмута. Поэтому Дайя Пара, Бхакта Прия, и он тот, кто дает самые ценные благословения своим самым дорогим, своим преданным. А что же, какое самое большое благословение, которое нам дает? И он говорит, что Бхаба Лунтына Ковида, Ковида Эти. Ты тот, кто очень искусно крадет материальное существование у своих преданных. Если вы ездите в Индию или скоро поедете, да, пять человек из Ростова едет в Индию завтра вроде бы, и сказал, Бхай Кришна Прабу, из группы преданных, которые едут в Индию, завтра или послезавтра они уезжают на поезде в субботу. И те из вас, которые, по крайней мере, первый раз ехали в Индию, едут, вам предупреждают, храните все на себе, никому не показывайте, где у вас деньги, где-то там за пазухой на каком-то специальном футляре или, как это называется, на поясе. Хотя, поскольку все на поясе хранят, они знают, что именно там все и хранится обычно. Там даже спектакли устраивают, мне рассказывал преданный один. А, Гасайма, хорошо, сказал, компьютер украли из поезда. Там просто при нем разыграли драку двое, значит, один друга убить. Гасайма, хорошо, как-то немножко отвлекся, да, и раз, сзади там тащили. Причем они тащат так, что похватываешься поздно, уже когда, уже и след простыл, и поезд отъехал от станции. Шелпупада, когда Маттежи Вишака приехала, тогда еще, ее звали Джоан, по-моему, она приехала первый раз в Индию со своим мужем Джоном, в будущее Дубара Прабу. И вот они приехали, они были фотографами, профессионалами. Ей заказали фоторепортаж об Индии в каком-то очень престижном журнале и выделили большие средства под это. Вот она приехала делать репортаж. А преданный, вот этот муж, вернее, Джон, он уже, кроме общался с преданными, как-то что-то про них знал. Он еще сходил с усами, такой вот, с швелюрой. Есть даже фотографии, где он, это совершенно необычный вид. И они приехали, и им сказали, вот Шелпупада, Свами Прабупада, у него много западных учеников, сейчас в Бомбее находится, прилетайте в Бомбей и спросите у него, как попасть, что там поснимать во Вринаване. Вот они приехали к нему в джинсах, эти увешанные аппаратурой дорогой, приехали к нему в Бомбейский храм. Тогда он строился еще, но Прабупада жил, по-моему, в многоэтажном доме, недалеко от строительства, место строительства там наверху. Вот они поднялись к нему туда наверх и вошли, и она стала задавать вопросы ему. С вами же сказали нам, что во Вринаване нужно поехать там, получить этот опыт общения с Индией настоящей, поснимать, что вы посоветуете. И Прабупадов в ответ произнес слова, которые стали для начала духовной жизни. Она потом вспоминает об этом. С этого началась ее книга. Пять лет, одиннадцать месяцев и жизнь полная неожиданной любви, так она называется эта книга. Неожиданно для себя влюбилась с Шелпупадом. Она была атеисткой, феминисткой, как-то у нас комсомолка, спортсменка, просто хорошая девушка, но ни во что не хотела верить. Никаким богам, ни чертям, ничему вообще не хотела. Никому и предаваться. Она была феминисткой и знала себе цену. Она хотела просто жить профессиональной жизнью и стать великим фотографом. И у нее все было для этого уже, все, что можно было как бы себе обеспечить для карьеры, она уже обеспечила себе. Осталось только поработать немножко. И она спросила Прабупады, вот мы хотим поехать во Фриндаун, что вы нам скажете, что там поснимать? И Прабупада сказал ей фразу, которая начала, когда началась в духовной жизни. Сказать ему эту фразу? Он посмотрел на нее и сказал, вы иностранцы, языка местного не знаете, вас будут обманывать, а камеры украдут. И улыбнулся. С такой легкостью, с которой вообще, ну то есть он так сказал, она поняла, что все по нему говорят, он великий святой, он великий учитель духовный, санясь, монах. Но то с какой человеческой участливостью и заботой, и такой вот приятной неотвратимостью прозвучали его слова. Она поняла, что он самый лучший человек, который она когда-либо видела в своей жизни. Вот так вот спуститься оттуда, с небес на землю и сказать такие простые слова в ответ на... Он мог сказать, что это место Кришны, там Кришна в каждом косте, нужно повторять... Что там? Что бы мы сказали? Он сказал вот так. Я повторяю, я не буду повторять слова в эти Прабупаде, Прабупаде тем, которые завтра в Индии едут. На всякий случай. Но он сказал так. Означает Кришну очень... И те, кто живут там вместе, которые с Кришной связаны, они очень опытные. Баба Лунтана Ковида означает, что Кришна крадет материальное существование преданных так, что преданные, когда они оборачиваются и замечают, что его уже нет, они понимают, что даже переживать уже поздно. И убиваться это бесполезно. Нужно просто посмеяться. Ну да, нет, все, уже увели. Какие ловкие здесь воры. Воры. Прабупаде давал лекцию в Кришна Баларамандире и рассказывал о Парампале. Есть лекция, записи. Он говорит, и вам Парампара Праптам. Это знание передается по цепи ученической преемственности к учителю, к ученику. И так оно передается без искажений, из поколения в поколение. Потом говорит, вот смотрите, человек, видите, стоит в дверях. Это вор. И его отец был вором. И дед был вором. И вам Парампара Праптам. Вот называется Парампара. Сразу их видел насквозь. И Кришна Бавалунтхна COVID означает, что Он крадет материальное существование. Как Он крадет его? Что мы приходим, заходим в свое банковское положение, там ноль, а может даже минус и долг. Или что, приходим в квартиру, открываем, а там уже другие люди живут. И вас там не прописано. Как это происходит? А? Пропадает вера. Он под самый корень. На эти мелочи он не разменивается, потому что снова вырастет и квартиры, и банковский счет. Он корень материального существования в виде веры, материальное счастье, как в наслаждении, как в цель жизни. Он уничтожает. И как это происходит, Витянович Аванков сказал уже, общение с преданными. Они так счастливо страдают в материальном мире, хочется так же. Как в том анекдоте, мне нравится его вспоминать, может вы его уже слышали, есть много серий таких шуток про пессимистов и оптимистов. Одна из них, которая недавно услышала, что завтра, прогноз на завтра, у оптимистов опять все будет плохо, но они не заметят. А у пессимистов опять будет все хорошо, но им опять не понравится. Это одна шутка. А та, которая я хотел вспомнить, это пессимист говорит, ну все, хуже уже не будет. А оптимист говорит, будет, 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 будет хуже. Значит будет хуже, значит сейчас не так уж плохо, раз будет хуже. Это оптимизм преданных. Рупада пишет в своем знаютом письме про тот, он говорит, преданные очень оптимистичны по отношению к материальному, духовному миру, и очень пессимистичны к материальному. И поэтому и так они говорят о страдании в материальном мире, что хочется с ними вместе пострадать. Давайте пострадаем вместе, давайте. Вот это то, как Кришна через преданных разъедает или уничтожает сам корень материального существования. Когда у растения подъеден корень, как мы знаем, если у вас есть садоводы, какая-нибудь вредная медведка подъедает корень цветов или каких-то еще растений, то все, все, его же не спасти. Его нужно выкорчевывать, сажать новое. И когда преданный проникает в нашу жизнь, как об этом говорит Мучукунда в «Десятой песне Богота», как только преданный проникает в нашу жизнь, вместе с ним приходит освобождение. Он говорит немножко по-другому, но он говорит поэтически. Как только освобождение приходит, сразу появляются преданные. Но Абчарья объясняет, что Атиша-йог Телангара меняет причину со следствием, чтобы подчеркнуть, насколько быстро приходит освобождение, когда в нашу жизнь проникает в Айшнау. Оно проникает на освобождение, не конечная цель совсем, оно лишь основа для духовной жизни. Чтобы по-настоящему жить в духовной жизни, нужно быть освобожденным, освобожденной душой. Преданные относятся к освобождению как к собственности своей. Они могут кому угодно его давать. Поэтому они к третьей категории живых существ относятся. Есть обусловленные, есть освобождающие души. Они приходят, освобождают, сами того не замечая. Но чтобы это освобождение переросло во что-то большее, чем просто наслаждение, как вот сейчас Ниссан вчера пропускал, отправиться во Вриндаву, там босиком бегать по кустам. Положая руку на сердце, мы иногда относимся к цели духовной жизни вот так, что нам просто не хочется страдать. И поэтому выбираем место, как нам говорят, там, где никогда оттуда не возвращаются. Там нет солнца и луны, электричества тоже там нет. И те, кто оттуда приходят, никогда оттуда уже не возвращаются. Такие пропавшие без вести люди. Страшно. Но думаю, да, ну хорошо. Правда, там придется Кришне служить в вечности. Ну ладно, говорят, что ему несложно служить. Говорят, там у него будет особая сварупа, в которой служить Кришне не будет естественно. Как бы было бы хорошо, чтобы преданное служение для нас было предложение нашего естества. Делай, что хочешь, это становится преданным служением. Чисто причем, бескорыстным, беспреместным. Здорово. Делай, что хочешь. Вот что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Как прям в том тосте, если говорим об алкоголиках. Выпьем за то, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Вот иногда цель духовной жизни такой предстает для преданных. Это неправильно. Так, вернее, будет. Но если мы такое желание вынашиваем в себе, то до духовного мира мы с таким желанием точно никогда не доберемся. Но ващналы, когда они приходят в нашу жизнь, и оттуда из духовного мира проявляются в этой своей блаженной форме людей, святых и адекватных при этом. Нам хочется быть такими же. Поэтому пропадает, говорит, не то, что мы в обществе преданных зреем, как ананасы на грядке. Словами классика тоже. Страшно себе представить, что бы этими крышами растет новый... какой-то там... Шекспир. Не так. Зрелость, это общение с преданными, это и есть зрелость. Не то, что это теплица, в которой мы зреем, а потом все созрели и едем куда-то дальше. Нет, это и есть зрелость. И желание общаться с преданными, это и есть проявление зрелости. Другого нет. Когда мы вырастаем, дорастаем до уровня, на котором вайшнамы становятся самоценными, самоценно важными. Как шел Неранжин, можешь отвечать на вопрос? Нельзя ночью рано, не помню. Не знаю, помнит он или нет. Но я ехал с ним в машине, с Неранжином Махаражем в машине, и он позвонил Неранжином Махаражу и задал ему вопрос про наставника. Он, наверное, не про наставника, про вас, но про тех из вас или тех, кто тогда был у него подопечных. А его волновало, он переезжал за одно место на другое и думал, как же быть, вот я вот перееду с одного места на другое, и те, за кого я отвечаю и кому помогаю в духовной жизни, они останутся там. Как будет с этими отношениями? Я задал вопрос Неранжином Махаражу, в чем критерий того, что мы, как наставники, эффективны, что мы достигли успеха. Помнишь? И он ответил, сказал критериям того, что вы смогли исполнить свой долг как наставник по отношению к преднам, и то, что вы смогли привить ему автономное, самостоятельное желание общаться с преднами, чтобы они теперь это искали. Как искали? Как пьяница вино ищет. Где-то там нет вина. Я не буду эту тему развивать. Теоретически они знают, к счастью. Но так и иначе. Вот так. Они ищут его, выискивают. Приезжают в Новый год. Где это? А где оно? Оно что? Общение. Где оно, это общение? Всеми правдами и неправдами его найдут. Очень хороший пример, который здесь в этом стихе приводится, это пример с рекой. Их служение напоминает полноводную реку. И эта река, пример полноводной реки, общение с ночным, удивительный. Пример его можно долго обсуждать с разных сторон. Очень много удивительных аналогий. Но одна аналогия, которая здесь напрашивается, то, что река всегда течет к океану. Она сама собой находит путь к океану. Вылейте где-нибудь в воду, она потечет, и в конце концов она претечет в какую-то низину. Если вы заблудились в темном лесу, то опытные туристы говорят, найдите ручеек и вниз по течению идите. Не вверх, а вниз. Речек, речеек, этот обязательно вольется в какую-нибудь ручею побольше. Тот вольется в речушку, речушка в реку. А река выведет вас в каком-то живом мультивном пункте. И точно так же здесь. Общество Айшнау, туда коней текут. И эта аналогия повторяется снова и снова в разных местах, на разные лады. Мы можем следовать по этому градиенту воды, по ее потоку. Немнога. Немнога означает, река ее называет, немнога текущая вниз. А Айшнавы, они к Кришнага, они текут к Кришне. И преодолевают по пути, чем сильнее река, тем она более уверена в своем ходу, в своем течении. Она уже не разменивается на какие-то обходы или заходы, подкопа, она просто течет, и все, что у нее на пути встречается, сметается в сторону. Невозможно эту силу преодолеть реки. Мы были сейчас вот по Волзе, ехали, ездили, несколько раз пересекали Львову, огромная река. Такая масса воды, какие-то миллионы литров воды в секунду протекают. Невозможно ее запрудить, невозможно восстановить это течение. Точно так же, если мы исследуем поступам великих преданных, и вкусу следуем, как Господь копил Дево, описывая в третьей песне Бхага, в этом признак чистого преданного служения. Он говорит, когда в сознании преданного появляется желание постоянно слушать Тебя Кришне, спонтанно, такой же, как вода течет к океану. Человек с этим бахтейдос. Да. Нет, нет, это другой стих, про Сафа, я не получу стих. Это 3.9.11. Да. Ну так или иначе, он говорит об этом, когда в сознании преданного проявляется желание послушать Тебя Кришне, сравнивающего с полноводной рекой, которая течет к океану. Вот это признак чистого преданного служения. И поэтому Яранжинамараш сказал, отвечая на вопрос на себя начало на пробу, как сказать, как судить можно, что мы достигли успеха как наставники, наставницы и все из вас. Есть официальные наставники, наставницы, которые официально уполномочены, но каждый и каждый из вас помогают другим в неформальном качестве. Должны, по крайней мере, помогать. И как, каков критерий того, что вы смогли это сделать, видеть, желание общаться с преданными, такой же спонтанной, как вода текущая к океану, и обязательно в нем оказываются. Когда бы дали преданным, все, они там все найдут. Вот об этом стих Шилопа и Пага там рекоментировал. И все, наверное, это уже половина девятого, надо заканчивать. Вопросы, может быть, есть какие-то? Илья, у нас есть время еще закончить? Пару вопросов. Из интернета вопрос есть. Со стримбой. Смотрите, что-то заводится. Чуть надо убрать, мне кажется. Вопрос из Рима, никнейм, твой павлин. Вопрос следующий. Спасибо. Она живет в Америке, в Орегоне. Она общается с преданными. И сохраняет любовь в Шиле Павупаде. Что вам еще сказать про ее благопомощь? И мы вручим ей обязательно. Кстати, раз вы задали вопрос такой, не могу не воспользоваться таким пассом. Мы обязательно вручим ей вот такое в Муртишиле Павупаде. Вчера мы показывали его вам уже. И некоторые интересовались. Может, даже некоторые уже заказали его. Но у нас есть контакты. Мы даже и Джанаким обязательно передадим ему такой Муртишиле Павупаде. Сделанная из использования монеток, которые преданные пожертвовали, люди пожертвовали, вернее, за книги преданным в 25 странах мира, который посетил Шиле Павупаде за его книги. Это проект, который называется «Подари Павупаду». Каждый кто хочет порадовать сердца учеников и учениц Шиле Павупада, оставшихся в этом мире, еще могут это сделать. Да, по благословению этот проект. Еще раз. И также, если хотите, можете поучаствовать. Там стоит, да, плакат в коридоре. Перед входом. И там есть QR-код. Вот такой. И там есть вся информация. Спасибо большое за ваш вопрос. А те из вас, кто хочет, еще не получил возможность эту книгу приобрести, здесь рассказывается, как Джанаки и Мукунда, Гурудас и Химуна, и Шемасундр и Малати проповедовали в Лондоне, в Сан-Франциско и в Нью-Йорке. Знаете, еще много смешанных историй. Лондон. Империя наносит ответный удар. Глава называется. Там рассказывается турпосольство. Можно я прочитаю кусочек маленький отсюда? Сейчас, секунду, 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 секунду. Нет, нет, я прочитаю. И они решили... Их никто не приглашал на официальный прием в посольстве Индии в честь маэстро Равишанкара. Они жили... Прием был в особняке посольства Индии на Кэнгсингтон Палас Гарденс. Улицы с ограниченным доступом. И однажды... Но они решили туда попасть всеми правдами и неправдами. Слушай, Мукунда, меня самому туда не пригласили. Так почему ты уверен, что я могу раздобыть приглашение для вас? Не знаю, умыло ответил я. Я подумал, вдруг у тебя есть какой-нибудь знакомый, который туда идет, или мог бы нас провести. По-моему, оно вообще того не стоит. Утешило за знакомые. Эти посольские приемы, скука смертная. Но так или иначе, мы решили прорваться. Когда я дожил остальным в своем провале, все решили, что нам нужно просто идти, а там будет, что будет. Как называется книга «Чудо на второй вине». В худшем случае нас отошут обратно. Когда несколько дней спустя мы уехали узкими улицами к посольству, я вдруг понял, как нелепо мы смотримся в стариком пикапе. Кэнсингтон, Палас Гарденс, была улица особняков и прочих солидных зданий, чьи обитатели ездили на Мерседесах, Роу-Сойсах и Ягуарах, а не на ярко-красных старых фордах, в которых не хватает мест пассажирам. Из крошечной будки рядом с черным кованым забором, отделявшим нас от мира истеблишмента, вышел охранник в форме. Я всей душой надеялся, что в темноте ветхость нашего транспортного средства не очень заметна. Шемасундер опустил окно. Вы кому, сэр? Раздался сонный, скучающий волос. Добрый вечер, поприветствовал Шемасундера, на прием в честь Шравишанкара, Верховном комиссариате Индии. У вас есть приглашение? Да, где-то есть здесь. Они с Малати сделали вид, что роются в бардачке и в пакете с подгузниками сарасвати. Ладно, неважно, махнул рукой охранник. Вообще-то, мне положено провести приглашение. Но я вижу, вы уже и нарядились, как положено. Он обидел бирюзовой саре Малати, и ярко-голубую рубаху в стиле неру и дготи Шемасундера. Вообще-то, мы всегда так одеваемся, заявил Шемасундер, но охранник уже закрыл ворота и сделал знак там проезжать. И потом, в общем-то, целая история. Вот они, там Джанаки, и Макунды, и Шемасундер. Если хотите узнать, как дела, чем живут сейчас ученики прабабады, которые там участвуют, вы можете почитать, только им. Оно доступно за любое пожертвование. А для павлина, моего павлина, нашего павлина, вы можете ссылку им отправить. Отправьте им giftpravupada.com А, есть, да? У нее. Спасибо большое за ваш вопрос. Всего вопроса. Харик Криш, можно, да? Харик Криш, дорогие Мадан Махан, Матиран Дачаран, спасибо большое вам, что вы дали нам такие знания прямо в сердце. Именно приехали в Ростовскую Якову. Я бы хотела вот такой вопрос ваших практических советов. У нас мало на Сан-Кирпину ходит. Такая, вроде, ядра большая и так славится. Все ее любят, когда приезжают учителя старшие, преданные. Они всегда хвалят Ростовскую Якову. Но очень на Сан-Кирпину. Вот как бы это привлечь больше ваши советы практически. Нету, наверное, или нету вкуса, нету любви к Шерифу Рокупаде. Он же сам распространял журналы, когда падал даже в обморок, когда жара была такая. И все его книги, все веры нету, или это как. Как ваши практические советы, как приобщить больше людей. И ваше благословение вот сейчас на марафон. Очень хочется услышать. Простите меня, пожалуйста. Ария Кришна. У меня есть практический совет, но он будет трудносуществимым. У нас вот есть в нашей группе один преданный Горасимха. Он там прячется за сиденьями. Он в каждом городе, куда мы ездим, книги распространяет. Горасимха, ты в этом городе тоже книги распространял? Завтра можно? А? Сегодня? Но в Краснодаре он уже выходил на пару, на час или на два распространялся. 26 книг в Краснодаре. В каждом городе не восстанавливаемся, он книги распространяет. А до этого мы ездили с Майпур Васи Прабу, который у нас очень давно в нашей машине книги распространяет. Вообще распространяет везде их. Мы пошли на заправку, приехали на заправку заправляться. Я сижу в машине и Майпур Васи Прабу раз за две минуты распространял книгу, пока заправлял машину. Он здесь в Ростове был тоже. А он здесь в Ростове тоже был. Был в Ростове. Был в Ростове. Можно кого-то пригласить таких. Трудный совет. Можем, конечно, Горасимху здесь оставить. О, давайте. Но он единственный водитель наш завтра. Так что мы его не сможем... Наши благословения. Нет, ну вот самое лучшее благословение это преданные, которые этим живут. Горят. Вот это самое лучшее. И они так вот других зажигают тоже. Да? А так у каждого дорогие преданные должен быть опыт Сан-Киртене. Это удивительный опыт. Вот Нистян Чарантрабу он очень много книг распространял в свое время. И может рассказать удивительных историй множество, когда чудеса происходили на каждом шагу. И когда их не было, это вызывало удивление. Когда не было чудес, у каждого должен быть удивительный опыт сопричастия к миссии Шилпопа. Он может... Это может не стать постоянным служением для вас. Но опыт такой может быть, должен быть. И ради этого обретения этого опыта преданные проводят программы СВД, когда такие робкие преданные сбиваются в кучке для смелости и выходят вместе. Так спина спиной встает и распространяет книги окружающих людям. И опыт невозможно ни с чем сравнить, ни с чем сравнить и забыть это уже невозможно. Кто это говорит? Ведура говорит Майтреи Ашоча, Ашоча, Мавинуша, Ашоча, 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 Мне очень жалко преданных, которых нет совсем опыта распространения книж и вопрогами. Это бесценный опыт. Но опыт опытом, но поддерживать это могут только те, кто этим живет и могут распространять его другим. А они черпают стабильность в этом служении, в общении тех, кто так живет. Поэтому у нас есть Ашем Санкертен в Москве Парама Карна Мандир и там живут такие преданные, которые поддерживают и распространяют, раздают этот опыт и вкус книгам Шилы Пропады и их распространение. Невозможно распространять их, их не читая. А если вы читаете их постоянно, у вас появится обязательно желание их кому-то дать и найдется способ это сделать. Как один преданный сказал, читаешь один час книги Пропады Аскеза, читаешь 2-2 часа нектар 3 часа не можешь остановиться четвертый подскакиваешь и хочешь бежать куда-то им кому-то дать их кому-то. Так это происходит. То приглашайте к себе таких преданных вдохновленных и нашим вашим с удовольствием приедут наверняка время от времени. Я могу также мужскую половину время от времени приглашать к нам иногда приезжать за опытом духовной жизни. Как Горосимхов два года назад приехал просто на 2 дня приехал на 2 дня потом через месяц еще на 2 дня приехал потом через месяц уже на неделю потом еще на неделю потом подумал нет, наверное я переведусь в Москву буду здесь работать вашими жителями работать приехал два года назад так ни разу не работал осталось 15 минут там вот микрофон уже дали по-моему но мы вас услышим без микрофона после сейчас как сейчас матрас задаст вопрос Харе Кришна спасибо что приветствовали к вам спасибо вам за пример глубокой вершинской культуры на такой вопрос чувствуется ваша глубокая реализованность чего началась духовная жизнь что это было встреча нам всем и сколько вам было очень интересно спасибо нам всем было примерно одинаково кризис тогда мы к одного призыва да ну нашли подцепили угостили чем-то потом что-то дали потом поговорили потом когда-то пригласили я до сих пор опомниться прошло 33 года с лишним мне было 18 20 лет вот так с этого началось в 91 году да у тебя же так было помимо ты книгу ты мне рассказывал как ты книгу нашел не сначала нашел книгу в книжном магазине он приходил ты искал книги по философии индийской и потом ему все говорили никаких у нас индийских книжек нет и тут он выходил из магазина я вдруг видит богологита стоит на полке говорит а это что девушка продавщица прям села она поняла что обманула побежал домой собрал все деньги отец спросил ты куда откуда и куда такой вот голопом потом скажу собрал все деньги побежал купил богологит и стал из-за пойма читать а потом там были адреса в этой книге он позвонил по телефону указанному и ему сказали что можно приезжать приехать в Пашу не дочитай если есть 18 лет ему уже было тогда 19 вот так видите мы так у нас какая скучная история не было никаких психологических курсов не было до философии это как раз фестиваль благость от 1 до 16 от 1 до 16 там не было все все так очень прозаично секундочку а вот еще был одну секунду вопрос был у вас да сейчас вы можете микрофон ну или как вам скажете ну все уже микрофон к вам попал одну секунду просто мата же до вас поняла Харьи Кришна Ваша Милость Мадам Махам Прабух простите я так волнуюсь большое спасибо вам огромное вчера Прабух спасибо огромное за то что своим абсолютным вкусом делитесь ну прямо у меня сердце стало я вся полностью губкой стала вообще впитывая вот это вот ваш подход ну отдельное спасибо для Вилы ты видишь ну как ну это камень всем он таков да всем он таков спасибо огромное вообще просто ну погружаете так что ну как будто вы сам в этом присутствующий вообще удивительно вот хотела спросить по лекции спасибо огромное за лекцию что даете нам знания что приезжаете что делитесь своим безупречным вкусом очень очень важно прямо оно из сердца в сердце переходит вот сказали по лекции вожделение гнев жадность берутся и желание да удовлетворять себя ну то есть если у меня остается это желание да значит у меня я взращиваю вожделение гнев жадность да или как это как понимать достаточно про ну у нас есть в сердце в сознании в подсознании опыт очень большой глубокий глубинный опыт материального существования и он основан на тех же самых принципах которые Рупага с вами говорит как созревает вера до према да у нас точно такой же опыт есть в материи у нас есть вера в материю у нас есть саду санга вернее асад санга здесь у нас есть боджина крия да такая мы все время тут думаем как бы подзаработать вот и как-то процветать ну иногда есть анартханеврити ништха то есть все вот эти вещи они у нас есть и по милости вот преданных по милости Шилаврупада у нас также есть маленькая вера и процесс который сейчас происходит это процесс буквально трансформации сознания когда наша вера укрепится в духовную реальность Кришну преданных святое имя то одновременно с этим наша вера и все остальные вкусы материи они будут уменьшаться уменьшаться и умирать поэтому такой процесс в начале пока нет такой стабильности пока сознание не очистилось глубоко у нас будут все вот эти перечисленные враги души начинают с вожделения вот и мы даже как нас учат духовные учителя мы даже отдельно с ними то и не сражаемся мы пытаемся практиковать сознание Кришны которое постепенно постепенно их убивает уничтожает да вообще будет хорошо ну то есть на них не сосредотачиваться просто практиковать ну по крайней мере не кормить знаете как бы если не кормишь то постепенно силы уходят уходят и на глазах прям чахнешь ну так же их просто не кормить последний вопрос про случай сегодня что предметы пессимистичен к материалному миру и я в этой связи хотела спросить можно ли так расценивать ну мы иногда встречаем предметы расстроенных людей немного недовольных получается что это даже может быть нормально расстроенных преданных встречаете нет преданные должны быть счастливыми нет но они должны быть оптимистичны оптимистичны выпали к тот момент когда они пессимизм материал миру проявляют нет пессимизм материал миру по контрасту с духовным возникает это радостный пессимизм 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 что преданные должны быть счастливы если он несчастлив он негодяй это было его слова лекции конкретно преданный несчастный негодяй ну так немножко юморитически говорил но в целом преданные это же один из качеств одно из качеств садднам бхакти шубада означает изадарна ракта изадарна принанам садгона садгона и сукха преданные становятся дорог всем живым существам все становятся дороги ему он вызывает все лучшие качества в себе исполняется счастье в одной стране европейские преданные как-то себя не очень так это не очень учтиво вели распространяя книги и стали вызывать беспокойство людей и жаловаться полицию ловиться полиция стала устраивать облаву на преданных преданные стали шерфоваться и надевать парики кепки и так далее чтобы их не было заметно и потом выяснилось что полиция стали давать ориентировку да ориентировку точно ориентировка вот так там говорил что у них там тилоки мешочки шики и то все и последнее если все это они сияют они счастливые лица слишком счастливые и по этим счастливым лицам полиция безошибочно преданных вычислял, как правило. Так что нужно быть счастливым. Тогда вот эти вот премные, которые несчастные, это самые продвинутые санкертанщики. Которые маскируются так, что их не отличить. Да, на Матаже что-то у нее случилось, муж ушел, и что-то там еще случилось, много всяких бед, и она в книге собиралась идти распространять, и тут все эти беды случились. Она плачет, ходит заплаканной, сквозь слезы душащие ее говорит людям, возьмите полосы, сделают вас счастливыми. А потом в процессе распространения так и развеселилась, люди стали ее спрашивать, а что ты сплачешь, стали утешать, и она стала вдруг задумываться, а чем я, собственно говоря, что у нее случилось? Да ничего, подумаешь, муж ушел. Ну, как это говорится, don't try it at home, не нужно подражать этого. Но в целом преданные самые счастливые люди на свете. Все, на этом нужно закончить. Большое спасибо, дорогие преданные, за очень теплое общение. Во-первых, спасибо Нитянович Рану за приглашение. Как я вчера говорил, главная причина моего приезда, чтобы просто его общение получить. Но он решил, что наше общение будет также вот так, на публику. Спасибо. Спасибо Илье за то, что организовал. Я хотел извиниться сразу перед Ильей и также перед Нитянович Рану за то, что из-за моей рассеянности не получилось приехать, когда мы планировали изначально 4, 5, 6 число. Я знаю, что это причинило много беспокойств Илье и Нитянович Рану и вам, видимо, тоже, поэтому извините, пожалуйста. Вот так получилось, затмение нашло на меня. Я забыл, что и 5, 4, 5, 6 должно здесь быть. Ты можешь искупить, подписать книгу. Что? Искупить, подписать книгу. Да. Спасибо. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Ж様 прояваш, кьяна. Хорошо. Я target wła. Хорошо. Я набрыfish.